Организация сети ВРС-485. Выбор топологии определяется необходимостью устранения отражений в линии передачи. Отражения происходят от любой неоднородности, в том числе от ветвлений от линий. И поэтому сеть должна выглядеть как единая линия без отводов, которой можно подключить до 32 устройств. Длинные отводы и соединение нескольких кабелей в одной точке приводят к снижению качества передачи. И для разветвления линии можно использовать повторитель или концентратор. Пример системы для учета энергетических ресурсов. Отопление, водоснабжение, электроснабжение, вычисление значений потребленной тепловой энергии и массы теплоносителя в системах теплоснабжения. Вот как в примере. Такие вычислители могут по такой схеме подключаться. Для создания сети устройств до 32 устройств можно подключить. Если использовать повторитель, то еще 32 устройства в одной линии. Таким образом сеть организуется. В качестве соединительного кабеля можно использовать витую пару, допустим с волновым сопротивлением 100 Ом для RS422 и 120 Ом для RS485. Для подавления излучаемых и принимаемых поверх важно большое количество витков на единицу длины кабеля. И также идентичность параметров всех проводов. Кабели могут также быть экранированы. Должна быть скрутка от количества витков, чтобы меньше была подверженность к различным помехам. И желательно экранирование кабеля. Основная топология, как уже можно было понять из картинок, это некая такая общая шина. Например, соединение устройств через двухпроводной интерфейс RS485 представлен на слайде. То есть вот это рансивер, аэроресивер. То есть передатчик, приемник. Одно устройство, другое. И вот возможность подключения дополнительных каких-то устройств. Интерфейсы RS422 и RS485 могут использоваться для увеличения длины линии связи. Взаимодействие между RS232 и RS422 или RS485 можно обеспечить посредством специального интерфейсного конвертера. Вот пример соединения устройства. ДТЕ и ДЦЕ как раз представлены. То есть в середине схемы есть конвертер, который уже, собственно, там что-то да как-то преобразует. Ну и, конечно же, соединяет. То есть вот, допустим, это какой-то оператор подключается к какому-то измерительному устройству. Неважно, что и как это измерительное устройство делать, но вот, возможно, такая схема подключения. И вот на уровне сигналов как это, собственно говоря, представлено. Ну и еще один пример устройства. Какой-то ультразвуковой расходомер жидкости. То есть это для примера того, где вообще могут использоваться вот эти самые RS485 и RS422. Ну вот, вот эти самые расходомеры жидкости тоже могут объединяться в сеть через витую пару. Тоже тут дадут 1200 метров какое-то ограничение. Ну и если не использовать повторитель. Ну и за повторителем тоже можно уже использовать отдельную линию. Куда-то тоже там можно подключать устройства. До 32 устройств в одном сегменте сети. Там приборов. Как тут, 31 прибор доступен. Ну вот.